Около ста рязанских водителей и кондукторов пожаловались на ухудшение условий труда. Сложившиеся проблемы они хотели обсудить с руководством ОРТ. Для этого было организовано общее собрание. Слухи о нем передавались из уст в уст. Я узнала от людей. Еду в транспорте, там кондуктор говорит, вот в 10.30 будет собрание. Потом, значит, в следующий раз еду, говорят, славу перенесли, вот в 9 будет собрание. А так, откуда мы что знаем? Собрание должно было пройти в депо номер 3 на улице Зубковой. Однако, не успев начаться, его отменили. Руководство на встречу так и не пришло. Более того, все ответственные лица покинули муниципальное предприятие. В отличие от работников, которые рассказали о своем видении ситуации. Люди жаловались на то, что после объединения автоколонны 1310 и управления рязанского троллейбуса были закрыты автобусные диспетчерские. Теперь им негде разогреть еду, согреться между рейсами и даже сходить в туалет. У нас люди работают по 12 часов. Как вообще можно терпеть или что нам делать, вообще непонятно. Обещали поставить кирбиотуалет, но не знаю, поставить их нам, не поставить. Но это тоже не выход из положения, потому что вы понимаете, что такое биотуалеты. Это зашел, через час там уже войти невозможно. Служебные автобусы у нас тоже поотменили все. Люди добираются вечером за деньги, за свои, допустим, это еще расход. В кругом все растет, и зарплата у нас как была на уровне, там, двухтысячных, наверное, такая она осталась. Изменились и условия выплаты заработной платы. Кондукторы признаются, что если раньше они получали почасовую оплату, то теперь она зависит от количества пассажиров. Нам объяснили рубль 57 с человека. Где я возьму людей, если по первому маршруту, допустим, мы провезли за 12 часов, в 6.47 выехали, в 20.00 заехали, 20 человек за день. То есть я получила 30 рублей за день. Маршруты такие, ладно, есть денежные. Хотя какие сейчас денежные, все поднимали. 17-й отняли, 6-й рубль еще там держится. Денежных маршрутов-то нет уже. Своё мнение на собрании высказали представители разных профессий. Среди них кондукторы, водители, технические специалисты и даже операторы газовой котельной. У нас там бардак. У нас ремонт только делается, отопления как следует нет. Зарплата мизерная. Понимаете, там и полы моем бесплатно, и подметаем бесплатно. В общем, безобразие полное. Сейчас еще и проездные у нас забирают, это получается еще минусом идет. Будут люди бежать, и так с низкой зарплатой кто идет. И вот видите, что происходит на собрании. Если администрация, управление троллейбусом не хочет прислушаться к нам, даже с нами поговорить по-человечески, вот, давайте тогда создадим согласительную комиссию, напишем бумагу, и через две недели пускай нам ответят, и мы им предоставим свои требования. Кто за? На администрации города некоторые моменты пояснили. Например, по словам чиновников, бесплатный проезд для сотрудников УРТ отменили из-за того, что в городе сейчас большое количество поддельных удостоверений. Вместо них до 15 ноября каждый сотрудник получит транспортную карту для безналичной оплаты проезда, которая позволит проехать бесплатно. Пояснили и ситуацию с конечными. В настоящее время прорабатывается вопрос с конкурсным управляющим автоколонной 1310, который передаст их в аренду МУП УРТ, и те возобновят работу конечных станций именно как пункты приема пищи и отдыха экипажей. Прокомментировали ситуацию с выплатой зарплаты, ее начисляют согласно документам УРТ, изменения в которые в последние несколько месяцев не вносились. Ситуацию зарплаты кондукторов и водителей рассмотрят отдельно. Итоги расследования обещали представить уже на этой неделе. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Игорь Глотов, телекомпания «Город».